В 2018 году сотрудниками правоохранительных органов округа выявлено 19 преступлений коррупционной направленности. Итоги деятельности правоохранителей по противодействию коррупции подвели на прошедшем заседании. Больше детей, меньше налогов. Глава государства Владимир Путин в своем ежегодном послании поставил задачу освободить многоодетных от уплаты налога на 6 соток. Впрочем, в Нейнском округе льготы на земельный налог существует уже не один год. Справились почти все. В Нейнском округе подвели итоги собеседования девятиклассников по русскому языку. С главными событиями к этому часу в студии Мария Владимирова. Правоохранительные органы Нейнского округа представили итоги деятельности в 2018 году по выявлению, пресечению и предупреждению преступлений коррупционной направленности. В администрации Нейнского округа прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции под председательством главы региона Александра Цибульского. Как было отмечено в ходе заседания, в 2018 году сотрудниками правоохранительных органов в Нейнском округе выявлено 19 преступлений коррупционной направленности. В повестке дня заседания антикоррупционной комиссии три вопроса. Первый посвящен итогам деятельности правоохранительной по выявлению преступлений коррупционной направленности в регионе в прошлом году. В данной сфере удалось выявить 19 правонарушений. Как отметил прокурор округа Николай Егоров, они связаны с растратой денежных средств коммерческих организаций, мошенничеством при строительстве социально значимых объектов, служебными подлогами и превышением должностных обязанностей, совершенными должностными лицами федеральных и окружных учреждений, а также с взяточничеством руководителей муниципального предприятия. Заслуживает внимание, наверное, только одно выявленное происшествие, связанное с получением денежных средств руководителем учреждения культуры в сельском поселении Шорны, который требовал с подчиненных работников возвращения части полученных в конце года вознаграждений премиальных. В 2018 году судами округа рассмотрено 7 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, по двум делам вынесены обвинительные приговоры, по пяти к виновным лицам Наринмарским городским судом применены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В целом-таки количество рассмотренных судов дел в 2017 году у нас сократилось по сравнению с 2017 годом более чем в два раза. Было рассмотрено 7 таких дел вместо 2016 года. То есть, в принципе, прошедший год не был в этом плане показателем. Таких дел, как получение дачи взятки, посредничество взятки в суды в вестившем году не поступало. Несмотря на проводимые оперативные мероприятия, в 2018 году правоохранительными органами не выявлялись преступления коррупционной направленности в сфере ЖКХ, связанные с незаконной передачей должностному лицу заказчика части денежных средств, получаемых поставщиком в связи с исполнением государственных или муниципальных контрактов, совершенной организованной группой, а также должностными лицами органов государственной власти и муниципальных образований округа. Многодетные семьи могут полностью освободить от налога на 6 соток. С таким предложением во время послания Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин. Эта льгота станет частью целого комплекса мер, направленных на снижение налоговой нагрузки на многодетные семьи. Владимир Путин добавил, что в некоторых регионах такая льгота уже применяется, однако федеральный статус гарантирует ее применение повсеместно. В Ненецком округе льгота на земельный налог существует уже не один год. Такая мера поддержки существует в городе Наринмаре с 2013 года. В данное время готовятся изменения в порядок уплаты и исчисления земельного налога. В данном порядке предусмотрена льгота, которая освобождает многодетные семьи от уплаты земельного налога и планируется продлить действие этой льготы до конца 2019 года. Освобождение от налога на 6 соток станет частью целого комплекса мер, направленных на уменьшение нагрузки на семью. В частности, российский лидер считает, что по отношению к многодетным должен применяться простой принцип – больше детей, меньше налогов. Также президент предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка. Парламентарии Ниньского округа предложили ряд мер по ускорению расселения ветхого и аварийного жилья на селе. Данные вопросы депутаты фракции «Едийная Россия» обсудили совместно с представителями профильного департамента. По информации начальника управления строительства Михаила Фомина, в этом году планируется начать строительство двух четырехквартирных домов в ОМИ, а также ведутся переговоры с подрядчиками для начала строительства в Коткино и Оксино. Кроме того, в Бугрино завершается строительство двух четырехквартирных и двух двухквартирных домов. Компания «Тарана» за свой счет строит жилье, после чего квартиру планируется выкупить для ножта муниципалитета по переселению людей из ветхого и аварийного жилья. В ходе рабочего совещания Михаил Фомин рассказал, что в ряде населенных пунктов невозможно вести строительство в связи с отсутствием подготовленных земельных участков. При этом он отметил, что сельские главы должны принимать участие в формировании потребностей и поиске потенциальных подрядчиков, а профильный департамент окажет помощь в строительстве. В свою очередь вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов отметил, что у глав муниципалитетов зачастую нет ни специалистов, ни необходимого опыта, и прикладывать на них всю ответственность за расселение ветхого жилья некорректно. Поэтому необходимо разработать памятку, в которой должна быть информация о том, что необходимо сделать в первую очередь, кому обратиться. При этом глав муниципалитетов нужно поддерживать на каждом этапе. Заместитель председателя Матвей Чупров предложил рассмотреть возможность выкупа заброшенных домов для дальнейшего строительства на этом месте нового жилья. Госстройжилнадзор Нейнского округа разослал управляющим компаниям Наринмара и поселка Искатели предупреждение о необходимости очистки крыш от снега. Речь также идет об осмотре кровли и расклейке предупреждения об угрозе схода снега. Кроме того, инспекторы провели рейд в районе улицы Швецова и Авиаторов на наличие скоплений снежных гор на территории домов. С жалобой на кучи снега к инспекторам обратились жильцы дома по улице Швецова-1. Снег здесь действительно не вывозился управляющей компанией больше недели. А это, согласно законодательству, уже нарушение. В ходе рейда инспекторы осмотрели семь домов. Во дворе каждого лежала куча снега. Стоит отметить, что в настоящее время Госстройжилнадзор проводит проверки и без жалоб жильцов, а также не предупреждает управляющие компании. Всего в зимний период инспекции проведено уже больше 30 выездов. У нас предусмотрена административная ответственность как для руководителей, как и для самой управляющей организации в соответствии с кодексом административных правонарушений. И есть также административная ответственность уже за нарушение правил благоустройства. Это если там, допустим, когда проводят уборку дворовой территории, они складируют кучи, и эти кучи разрешаются хранить не больше трех дней. Но что касается на Швецово-1, допустим, мы обнаружили, она еще с выходных тут лежала, она уже длительное время не убирается, поэтому вот этот материал мы направим в муниципальный контроль, а у них уже тоже есть через административную комиссию тоже есть свои административные штрафы. Что касается снега на крышах домов, как отмечают в ведомстве, согласно правилам эксплуатации жилфонда, не допускается накопление снега слоем более 30 сантиметров. При наступлении оттепелей снег необходимо убирать и при меньшей толщине. В ходе мониторинга инспекции на крышах ряда домов зафиксировано значительное скопление снега и налеги, в том числе на свесах кровли над тротуарами и выходами из подъездов. В ведомстве напоминают, что в ближайшие выходные в Наринмаре ожидается резкое потепление с выпадением снега. Внаружили на этом доме, на Швецово-3, уже скопление снега, которое на краю крыши. В ближайшие выходные обещают потепление, поэтому мы сейчас все управляющие компании повестим, что необходимо срочно принять меры для того, чтобы их очистить. Госторожилнадзор Ниньского округа просит граждан со своей стороны проявить в дни потепления максимальную осторожность при нахождении на придомовой территории, а при выявлении свисающих с крыш домов скоплений снега и налеги незамедлительно информировать аварийно-диспетчерские службы обслуживающих организаций. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Президент России предложил запустить с 2020 года программу «Земский учитель». Об этом он заявил в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Вопросы образования в своем выступлении глава государства выделил в отдельный блок. Он отметил, что доступность детских садов обеспечена практически повсеместно. Но до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор. Причем 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году. В Ненецком округе в рамках указа президента обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет. Сейчас в приоритетных задачах обеспечены местами в дошкольных учреждениях детей с полутора лет. Здесь в рамках национального проекта мы планируем построить 4 образовательные организации, в которых будут предусмотрены места для детей данной возрастной категории. Касаясь вопроса кадров для сферы образования, глава государства предложил с 2020 года запустить программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в села и малые города. В Ненецком округе уже несколько лет действует программа поддержки учителей, приезжающих работать на село. В округе уже на протяжении длительного времени у нас установлено уже и выплачиваются подъемные в размере 500 и 300 тысяч рублей для молодых специалистов, которые едут у нас работать на село. Соответственно, 500 тысяч для тех, кто имеет высшее образование, 300 тысяч для специалистов со средне-специальным образованием. В настоящее время прорабатываем вопрос также в целях привлечения кадров для работы в округ в отношении студентов педагогических вузов. Здесь хотим установить им стипендиальные выплаты дополнительные, кроме того, наим жилья за пределами округа и компенсировать расходы по проезду от места учебы, соответственно, к нам в округ. В рамках обращения к Федеральному собранию Владимир Путин акцентировал внимание и на создании в регионах научно-образовательных центров мирового уровня. Всего в России до 2024 года, согласно майскому указу президента, должно появиться 15 подобных центров. Один из них может располагаться в Арктике. 24 января этого года главы Нейнского округа и Архангельской области договорились об открытии научно-образовательного центра «Новые материалы и технологии для Арктики». Упор планируется сделать на разработку и изготовление материалов, техники и предметов быта для эксплуатации в арктической зоне России. Причем будут охвачены такие отрасли, как строительство, ремонт и эксплуатация морских судов, полярная авиация, иноземный и ледовый транспорт, добыча и транспортировка углеводородов, горнодобывающая техника, строительство жилья и дорог, арктическая энергетика, одежда и предметы быта для человека. Нейнский округ в этом проекте выступит своего рода международной площадкой для апробации научных разработок. Как отметил в своем выступлении Александр Цибульский, появление в Арктике такого центра даст импульс к экономическому и социальному развитию северных территорий и в частности Нейнского округа. Кроме того, будут созданы новые рабочие места, что поможет остановить отток молодежи и сделает регионы привлекательными для научных сотрудников. На самом деле, не открою секрет, если скажу, что мы работали в этих двух направлениях параллельно. И каждый из нас имел довольно большие шансы на успех, и, честно говоря, наверное, каждый из нас реализовал бы их параллельно. Но в нашей части мы всегда рассматривали свой научный центр, такую практическую площадку для уже имплементации научных наработок, и нам не хватало вот этой фундаментальной научной составляющей. И мы бы, конечно, еще раз повторю, реализовали бы и реализуем, на самом деле, с помощью, с Архангельской областью или с федеральной помощью, без федеральной помощи. Для нас это важное направление, мы это сделаем. Но когда мы сложили вот эти два проекта вместе, мы понимаем, что совершенно другая синергия, совершенно другая эффективность у этого проекта получается. Тогда это действительно получается серьезный научно-образовательный центр международного уровня. А мы, на самом деле, когда говорили, когда смотрели по поводу организации площадки на территории Нейнского автономного округа, мы ее изначально рассматривали как хорошую международную дискуссионную площадку и площадку для имплементации научных разработок. Проект создания научно-образовательного центра «Новые материалы и технологии для Арктики» в мае будет представлен президенту России Владимиру Путину. Стали известны результаты устного собеседования по русскому языку, участие в которых приняли 634 выпускника девятых классов. 618 из них получили зачет. Таким образом, с итоговым собеседованием справились 97,5% девятиклассников Нейнского округа. В феврале ученики девятых классов впервые прошли итоговое собеседование по русскому языку. С 2019 года это является обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации. Цель собеседования – проверить навыки устной речи учеников. Экзаменуемые выполнили 4 задания. Чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы участникам отводилось по 15 минут. Для детей с ограниченными возможностями здоровья продолжительность процедуры могла быть увеличена до 45 минут. Для выпускников, получивших незачет, не явившихся на собеседование по уважительной причине, либо не завершивших итоговое собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни с дачи 13 марта и 6 мая. Спартакиада среди ветеранов и пенсионеров Нейнского округа стартовала сегодня в Нарьинмаре. В спорткомплексе «Лидер» состоялось торжественное открытие. Затем участники, а это пенсионеры, спортсмены и любители из города и ближних деревень, приступили к первым испытаниям – стрельбе и метанию дротиков. Кроме того, намеченные соревнования по плаванию, они пройдутся во дворце «Спортонос», шахматные и шашечные турниры и настольный теннис. Традиционно к участию в спартакиаде допускаются мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55. Программа состязаний включает испытания в шести видах спорта – стрельба из пневматической винтовки, дартс, плавание, шахматы, шашки, настольный теннис. Сергей Крымов – постоянный участник спортивных состязаний уже в течение пяти лет. За это время получил восемь медалей в различных видах спорта. Говорит, что с каждым годом количество желающих принять участие только растет. Я начинал ходить сюда, так-то фритык было. Вот на плавание там, например, ходило человек пять. Сейчас человек пятнадцать уже ходит. Ну, на соревнования именно. Ну, теннис очень много играет, потому что Бородкин, как тренер, он сам участвовал, но сейчас он не участвует. Это так, ну, его ученики очень много ходило. Ну, а стрельба – это же защитник отечества. Что же без стрельбы? Огнем с такими прикладами – это же как положено, да. Георгий Пуляев тоже спортсмен со стажем. Участвует в соревнованиях с 2005 года. Говорит, занятия спортом помогают быть в тонусе и избежать многих недугов. Активная жизнь не дает скучать даже на пенсии. В 2012 году мы ездили даже в Тринляндию. Заняли все места с родными напевами. Я еще хожу, два хорра пою. Вот сегодня на Айти тоже после этого. А так вот они мне дают... Я каждый день хожу в норт заниматься. Мне поднимают. Ну, наверное. Спартакиада среди ветеранов и пенсионеров Ненецкого округа проходит уже в одиннадцатый раз. Количество участников с каждым годом растет. В этом году среди участников спортсмены из села Тельвиска. Планировался приезд группы из Красного. Но возникли трудности, не почищена дорога. Первыми организаторами и до сих пор еще участвующими в организации были Осичев Борис Алексеевич, Борис Павлович Бородкин и Сергей Николаевич Тельтьевский. Вот они основывали, дали основу этому развитию. Сначала, конечно, небольшое количество участников. Я помню, что где-то, ну, 20-30-40 приходило. Теперь уже мы организуем, и эта традиция вошла уже как бы в жизнь. Она обрела дальнейшее развитие. И сегодня уже участников, которые даже были на открытии, было уже более 70 человек. Победители и призеры определятся по наибольшему количеству набранных очков по каждому виду спорта. Им будут вручены подарки, рюкзаки и палки для скандинавской ходьбы. Занявшие третье место спортсмены получат денежные сертификаты. Финансовое обеспечение взяло на себя управление здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Наш департамент по образованию, спорту и культуре предоставил помещение специалисты, работники уже нашего спортивного комплекса «Лидер» обеспечили судейство. Специалисты «Норда» обеспечат судейство соревнований по плаванию. Вот такая у нас взаимопомощь, взаимосвязь. Следующая спортикиада среди ветеранов и пенсионеров Ненецкого округа запланирована на 9 мая. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Увидеть новости можно и на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...